и всем привет дорогие друзья с вами снова я никита и сегодня у нас будет видео такое про покатушки рима хобби с север и рима хобби с макс моего друга и обзор тюняшечек для моей рима хобби так ну что давайте-ка приступим сначала тюняшечек а потом уже тогда я покажу вам покатушечки вставлю видео с покатушечкой так ну вот тюняшечка такая вот первая в принципе на единстве тюняшечка это такие вот болты фиолетовые прикольно смотрится со всех сторон как бы не особо выделяются ну и как бы добавляет кого-то такого стиля так в принципе вот все это именно из внешних так я еще ко мне приехал такая отвертка 2 миллиметров а то есть основные болты все то есть здесь вот здесь все крутится вот эта твердочкой то что я раньше вот покручивала моя тверка сейчас все нормально откручивается закручивается то есть очень удобно конечно есть минут что здесь вот могли бы колпачок придумать здесь просто пусто так в принципе чашечку все теперь давайте-ка посмотрим видео с покатушкой покажи на камеру на пульт покажется на камеру посмотрите посмотрите нажимаем поворот вот так вот теперь на моей до сравнения он ну тебе моментальная реакция сзади кресотор волос ну-ка ты как можешь по-моему что-то сломалось итоги дня у андрея сломалась сервопривод я себе корпус разбил ну в принципе поворачивает надо просто вентилятор только что колеса не поворачивают вот по идее должны поворачивать так вот но не так вот так вот такие вот видосики вы видели там извините что некоторые видео в вертикальном формате потому что как бы снимал специально для stories в инстаграм подписывайтесь на мой инстаграм то есть там вы первые узнаете о новых видео как бы кто подписан узнал первое про все эти события так что короче давайте я вам сделаю такой вот отзыв о фарах которые покупал для бесколлекторной версии прямо короче фар оказались таким говном то что когда я их вставляю выкручиваю двойные расходы газа на всю и получается что она начинает тупить то есть регулятор такой начинает перегружаться когда я нажимаю тормоз тормоз не работает поворот тоже через раз работает и газ через раз работает задний ход как-то вообще перестал работать короче фары сняла и все заработало то есть с фарами была большая нагрузка на регуль и он начинал так мягко говоря тупить то есть не слушалась машинка жал своей жизнью я даже ее в забору шатал один раз то что то что это нажал на тормоз тормоза нет поворачиваю она не поворачивает короче думаю что за фигня решил снять фары и все заработал короче фаре тогда казалось бесполезная покупка на коллекторных версиях насколько знают все хорошо ну на дорогой без коллектор не получилось все раздалбалый корпус это вот с максом железный бампер был просто получилось так то что мы с ним это лоп лоп и получается мне железным бампером прибил надо было просто до этого заклеить тоже все армированным скотчем в общем разбился но это еще возможно то что на улице было в тот день 2 градуса то есть холодно достаточно кем и наверное корпус обледенел и стал как бы как лед и один ударом его короче разбил было бы жалко если конечно это был корпус рокета тут как бы не так жалко да вид не тот заметно просто ну раны боевая пусть будет так еще я сделал зимний аккумулятор такой один вариант зимнего аккумулятора то есть получается я его залепил как бы пенопластом вот таким вот вот таким вот вот мне посылка салька пришла чехол для телефона такой штуки типа ну и как бы вот так вот бинтами я его это скрепил скотчем в общем я думаю будет лучше чем просто вот так все он встает в частное место то есть как бы крепится без каких-либо проблем получается вот я надеюсь он будет не так замерзать потому что на холоде все таки аккумулятор теряет свои свойства а я как бы зимой планирую кататься то есть ну и вот так вот работает в планах наверное загерметить сервую кстати когда катался с сервоприводом у меня перестала работать сервен то есть просто на холоде она просто перестала крутить я думал то что скорее всего либо я ее как бы типа затопил ее потому что мокро было либо не знаю замерзла может быть и где-то прошел часик то есть я домой пришел прошел часик она видимо отогрелась и заработала не знаю что такое было реально не знаю то есть мотор как бы не должен был замерзнуть пкшка работает там внутри перестал работать ну как бы тоже странно не знаю что было у друга стерли шестеренки на эсмаксе пластиковые шестеренки плохого качества видно у него эсмакс как бы два года уже так что возможно но у меня в планах тоже менять на металлическую чтобы внутри был металл с металлическим редуктором 1100 стоит на газ коллектор но и 1200 стоит на коллектор странно конечно то что на более дорогую машинку строит стоит деталей дешевле некоторые чем на коллектор так что так вот типа сервак что меня под расстроило если у него просто шестеренки стерли с стороны от старости а у меня вот непонятно из-за чего она перестала работать то есть то что из-за холода тоже как-то странно потому что ну ни разу не слышал не видел что как бы серопривод на морозе перестанет работать еще мороз не было 2 градуса было то есть не минус какой-то 20 был в принципе был то еще не так-то холодно так вот фиолетовые болтики прикольно смотрится так в принципе все над это видео подошло к концу ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи и всем пока пока и